Карантин это вовсе не повод себя запускать, это повод сделать из себя лучшую версию себя. Сейчас будет звучать громко фраза, это же вообще будет успех и фурор, если у вас это получится, насколько это будет круто. И вот этот огромный объем наших воспоминаний визуальных, он теряется. Всем привет, мои хорошие, с вами Даша, вы у меня на канале YouTube. И сегодня тема достаточно необычная для моего канала, немножко, возможно, не совсем мой формат, но я прекрасно понимаю, что это именно то видео, которое при данных сложившихся обстоятельствах будет как нельзя, кстати, как нельзя более полезным. Я для вас специально составила просто огромный, невероятно огромный, мне кажется, 100 плюс занятий на карантине. Здесь будут совершенно разные категории, я разбила все по категориям, как я люблю делать. Это будут и креативные, и бьюти, и фэшн, и развлекательные, и хозяйственные, полезные, образовательные, абсолютно разные виды деятельности, чтобы вы точно не заскучали и максимально с пользой провели то время, которое мы вынуждены провести в своих четырех стенах из-за сложившейся обстановки с вирусом, которое бушует сейчас просто во всем мире. Поэтому, если вам интересно, что же все-таки я предлагаю вам поделать, то, конечно же, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Я разобрала все, чем можно заняться на восемь категорий. И первая из них это, конечно же, мода. Если вдруг в каком-то из виде деятельности будет сайт, который может вам в этом помочь, я оставлю все ссылки внизу под видео. Хочу сразу заявить, что видео никем не спонсировано. Это просто информация, которую я нашла для вас и хочу с вами поделиться. Говоря про моду, чем можно заняться на карантине, когда у вас получается много свободного времени, и пространством является, скорее всего, ваша квартира или дом. Первое, безусловно, вы можете разобрать свой гардероб, избавиться от каких-то ненужных вещей. Во-первых, разбор. Что такое разбор? Вы можете разобрать, во-первых, по сезонным вещам, вы можете разобрать вещи по лукам, вы можете разобрать вещи на просто старые, которые вы уже несколько лет подряд свешиваете в тот самый угол в надежде, что вы их когда-нибудь наденете. Либо это те самые вещи, которые, возможно, стали малы где-то год, два, три, пять, десять назад, и вы все ждете тот самый замечательный день, когда вы сбросите эти лишние парочку килограмм и все-таки застегнете на себе эти джинсы. Не нужно захламлять свое пространство. Оно вам мешает видеть то самое нужное и красивое, то, что у вас уже есть в вашем гардеробе. Помимо этого, я очень рекомендую отобрать вещи, которые, скажем так, потеряли свой товарный вид. То есть, вы прекрасно понимаете, что это ваша любимая майка, но на ней столько катышек, на ней какое-то пятнышко, возможно, или на какой-то любимой вещи появилась дырочка. Если вы не можете замаскировать этот недостаток, а это, кстати, тоже неплохое занятие на карантине, допустим, разобрать какие-то вещи, что-то давно нужно было зашить, пришить пуговицу, и эти вещи у вас лежат и лежат на полке и ждут своего часа, когда же вы их немножко подремонтируете. Так вот, карантин тоже замечательное время для этого. Но если уж вещь нельзя отремонтировать, то, наверное, лучше ее отправить на дачу или просто-напросто выкинуть или отправить на переработки, если вы знаете такие места. Помимо этого, мой главный фэшн-совет. Берем и составляем полные образы. Берем и составляем луки с каждой вещью в вашем гардеробе. Поверьте, тут понадобится ни одна бутылочка белого полусухого и ни один день, чтобы составить максимальное количество луков, как делают это стилисты. Вы берете одни брюки и составляете с ними 5, 10, 20, 30 образов, насколько у вас хватит фантазия. И не забудьте, самое главное, это сфотографировать каждый раз полный лук в зеркало и добавить в папочку. Вы можете сделать несколько папочек, например, образы на выход, образы на каждый день и так далее, далее, далее. И, соответственно, перед выходом из дома, в будущем, когда карантин-то все-таки закончится, а он и обязательно закончится, у вас больше совершенно не будет проблем, что надеть. Вы просто быстренько пролистываете у себя галерею, тыкаете пальцем, находите эти вещи на рейле, на полках, и все, ваш образ готов без лишнего стресса и потери времени с утра. Это, кстати, еще очень хороший способ оценить, чего вам не хватает в гардеробе. То есть, когда вы будете составлять для себя луки из вещей, которые у вас уже есть, вы поймете, ага, здесь мне не хватает, например, синих джинс-клёш, здесь мне не хватает бежевого джемпера с высоким горлом. И, соответственно, вы можете составить список вещей, которые вы можете, или же, сидя на карантине, заказать где-то онлайн с доставкой, или же вы можете их приобрести, как только карантин закончится уже вживую в магазине. Я знаю, что не все приветствуют онлайн-шоппинг. Далее, категория бьюти. Что можно сделать полезного для себя любимых в сфере бьюти? Во-первых, разобрать свою косметичку, и, как, например, у меня залежи косметики, потому что мне очень много присылают на тест, на пробу, и иногда я, конечно, про что-то забываю. Я забываю посмотреть срок годности, и сейчас я обязательно займусь этим, займусь ревизией, и я уверена, что у вас тоже есть такие баночки, которые, которыми вы пользуетесь иногда, несколько раз в год, и вы уже забыли, в каком году вы их приобрели, и, возможно, им давно пора уже утилизироваться, а не быть использованными на вашем лице. Во-вторых, из этого вытекает следующий пункт. Заняться красотой, откуда у нас было бы столько времени каждый день, допустим, делать какие-то масочки для лица, для волос, заниматься, например, научиться делать какой-то массаж для лица, который несет в себе какой-то подтягивающий лифтинг, красивый эффект. Сейчас самое время это сделать. У вас будет неделя, две, три, сколько продлится этот карантин, чтобы ввести новую привычку, какую-то бьюти-привычку, которую потом, возможно, вы будете следовать уже без труда, говорят, привычка вырабатывается за 21 день, поэтому, скорее всего, времени выработать привычку делать массаж с утра на протяжении 5 минут, например, для лица, у вас получится, и это принесет только пользу вообще всем, вам в первую очередь. У меня, например, сейчас весенняя линька, у меня страшным образом лезут волосы, у меня такое бывает либо осенью, либо весной, и я в этот период каждый раз прохожу определенный комплекс для волос, это такие ампулки небольшие, которые втираются в корни волос, на влажные или на сухие волосы, и они укрепляют корень, и, соответственно, линька заканчивается намного быстрее, чем она могла бы. Опять же, помимо внешнего воздействия, еще важно внутреннее. Займитесь витаминами, подумайте, что вам нужно, укрепить ногти, укрепить волосы, улучшить кожу, и в зависимости от этого соберите себе комплекс витаминов, которые вы начнете принимать, и, опять же, выработайте себе привычку, и уже в теплую такую весну войдете преображенной. Также по волосам я рекомендую поделать масочки. Это то самое время дома, когда вы можете без зазрения совести походить с скрученными волосами в гулечку, и с каким-то маслом на волосах, с маской на волосах, на которой обычно у вас не хватает времени и сил в обычные рабочие будни. Еще одна интересная бьюти-вещь, бьюти-занятие, чем вы можете себя порадовать, я бы даже сказала, это если вы не ас в макияже, если вы не профессиональный визажист, то сейчас самое время, когда есть время масло-масляное для того, чтобы научиться делать макияж. Вы можете сто одну пробу сделать, но поверьте мне, даже если вы считаете себя самым криворуким человеком на свете, на сто первый раз у вас обязательно получится нарисовать эти стрелки, сделать идеальный контуринг. Кучу всего можно научиться разным техникам, благо есть YouTube, благо есть бьюти-блогеры, есть какие-то бесплатные курсы, и вы можете все это пройти. То есть не тратьте свое время впустую, у вас сейчас его очень много. Это не то время, когда нужно сидеть на диване, грустить из-за того, что весь мир в панике, я прекрасно понимаю, что это мировая проблема, что многие ей озабочены, это правильно, в принципе. Но нельзя допустить того, я считаю, чтобы никакая проблема в мире не повлияла на вашу жизнь, чтобы она не сделала маленький ад из вашей жизни и маленькую такую трагедию, потому что это ваши нервы, вам с ними потом жить дальше. Эта трагедия пройдет, а вам в этом состоянии дальше жить, и вряд ли это принесет хорошие плоды. Поэтому я считаю, что из любой ситуации, какой бы негативной она в принципе не была, но давайте возьмем ваш маленький мир. Например, вы сидите у себя дома, и давайте искать из этого все-таки бонусы, искать из этого плюсы, и пытаться даже из не самой приятной ситуации выудить для себя какие-то позитивные моменты. Мне кажется, так это время на карантине пройдет гораздо быстрее и гораздо приятнее, что ли. Помимо макияжа вы можете научиться делать, например, маникюр, педикюр, гель-лак. Всему этому я в свое время научилась, когда сидела дома в Италии, после того, как мне не понравилось, как работают итальянские мастера. Попробовала раз, два, три, пять, и поняла, что, как я люблю обычно шутить, что заходишь в Италию в салон красоты, и до маникюра было лучше. Вот это боль, это итальянская боль сегмента красоты, там все очень плохо с этим обстоит. Мам, я видео записываю, давай, пока, пока-пока-пока-пока-пока. С кожей все то же самое, масочки для лица, какие-то сыворотки для лица, массажи с этими сыворотками, много всего можно сделать, и изучить-таки, наконец, вашу косметичку и те самые средства, которые вы откладывали на тот самый уикенд, когда-нибудь, когда у вас будет время и желание. Уверена, у всех, у каждой девочки есть такая волшебная коробочка. Вот напишите мне в комментариях, есть ли у вас такие средства, которые вам очень интересно попробовать, но тут нужно разобраться, а тут времени не хватает, и слишком долго на лице нужно держать или на волосах, и вы все ждете того самого мифического часа, когда же вы это сделаете. Я думаю, что сейчас то самое время. Если у вас тоже есть такая коробочка, еще раз говорю, пишите внизу в комментариях, посмотрим, сколько нас здесь собралось. Далее у меня развлекательный контент, то есть, чем вы можете себя развлечь, пока вы находитесь на карантине. Я еще в инстаграме спрашивала, делала опросник, чтобы вы мне прислали наиболее интересные и безумные идеи. Некоторые мне прислали вот такие списки в директ, некоторые мне прислали именно ответы на мой вопрос, ваши советы, чем заняться на карантине. И вот в одном из таких ответов была совершенно невероятная идея, которая мне бы даже в голову не пришла. Это начать писать свою книгу. Неважно, издадите вы ее потом, а если издадите, это же вообще будет успех и фурор. Или нет, и дадите, допустим, прочитать только своим близким, но просто подумайте, насколько это круто иметь маленькую, хотя бы маленькую книжку, написанную от вашей руки. Даже если вы распечатаете потом в одном экземпляре или в десяти, чтобы раздать друзьям, это будет нечто фантастическое, что вы принесете с собой через всю вашу жизнь. Это, кстати, можно отнести и к развлекательному, и к креативному контенту, про который я тоже поговорю еще позже. Если кто-то еще не знает, то сейчас виртуальные музеи есть, огромное количество музеев сделали, скажем так, виртуальный доступ в свои галереи путем сайта, путем интернет, и вы можете побывать, можно сказать, во всех уголках мира и посмотреть, возможно, полотна или скульптуры, которые... Не факт, что мы объедем весь мир за нашу жизнь, но приятно все-таки одним глазочком хотя бы на это взглянуть. Так, например, Лувр, музей Гугенхайма, музей Ван Гога, музей Ватикана, Прадо... Огромное количество музеев дают вам этот уникальный шанс, поэтому обязательно им воспользуйтесь. Мне кажется, это просто грех им не воспользоваться, ну и с пользой и приятно проведенное время. Помимо этого, театры стали делать очень интересные инициативы с определенными постановками в сети или же с актерами, которые по расписанию зачитывают какие-то монологи, очень много всего классного. Например, Московский театр Современник сделали такую карантинную инициативу, когда актеры каждый день в 19 часов читают рассказы Чехова, и все это выкладывается на официальный сайт Современника. В театре Живахтангово, например, вас приглашают на онлайн-премьеры, на онлайн именно постановки, и билет стоит в разы меньше, чем если бы вы пошли в реальный театр. К сожалению, сейчас такой возможности у нас нет, ходить в театр. Но почему бы в очень классном разрешении на проекторе или на большом телевизоре не посмотреть постановку? Также есть очень классный проект сейчас, который называется stayhome.moscow, и на нем вы можете найти огромное количество информации и линков также, чем можно себя занять, и в том числе там есть виртуальный доступ, например, в Трезяковскую галерею, либо же в музей-гараж. И представляете, даже библиотеки не остались в стороне, и, например, библиотека имени Гайдара, они создали целый онлайн-проект, который называется телевизор, и на своем YouTube-канале публикуют каждый день мастер-классы, литературные чтения и даже уроки вокала. И говоря про развлечения, я, конечно же, не могу не упомянуть то, что звоните своим друзьям, звоните своим близким, общайтесь с ними по видеосвязи, по скайпу, по фейстайму, все, чем вам удобно пользоваться, но находитесь с ними ВКонтакте, насколько можно близком, именно на интернет-расстоянии, на виртуальном расстоянии. Но даже видеозвонок, он намного ближе к тому, что человек в данный момент делает, чем просто позвонить по телефону. Можно, как делают это уже давно, мне кажется, на карантине в Италии, встречаться с друзьями онлайн, делать созвоны на 2, 3, 4, 5, 6 человек, и, допустим, поужинать с фужером вина, или же, если вдруг у вас все друзья заняты, я даже видела, что существует совершенно сумасшедший онлайн-проект, это онлайн-бар, где люди могут собираться в компании, созваниваться с видео и выпивать коктейли, выпивать с фужер вина и общаться о жизни, возможно, так вы даже приобретете себе новых друзей, кто знает. Говоря про познавательное времяпрепровождение, во-первых, это обучиться чему-то новому, на что вам, как правило, не хватало времени. Петь, танцевать, рисовать, абсолютно любой вид деятельности, который вам бы очень хотелось попробовать, но столько свободного времени и столько времени дома у вас еще не было. Это самое потрясающее время для того, чтобы подтянуть ваши знания в языке, который вы изучали в школе, например, в английском. Самый главный международный язык, есть огромное количество онлайн-школ, которые особенно сейчас в условиях карантина предлагают больше бесплатных пробных начальных уроков, поэтому мне кажется, грех этим просто не воспользоваться. Всю информацию, которую я найду, тоже дам вам внизу под видео, по всем-всем-всем сайтам и местам, где что можно делать, где что бесплатно, где что со скидками, постараюсь собрать в одном месте, вот там внизу в описании. Очень многие жалуются мне, что не умеют так классно готовить, когда смотрят, допустим, мои историки. Я часто люблю готовить какие-то ужины, необычные блюда. Что я вам могу сказать? Тут вопрос тренировки. Соответственно, пробуйте, готовьте, берите в пример блюда какого-то шеф-повара, смотрите, как он его оформляет, посмотрите разные техники, попробуйте на вкус разные сочетания специй, разные техники приготовления, разные техники подачи. Продукты, если вы полностью на карантине не выходите из дома, вы всегда можете заказать онлайн с доставкой на дом и попросить курьера оставить на расстоянии от двери, и вы это все заберете. Всегда, мне кажется, можно найти пока что, по крайней мере, выход из ситуации. И если вы хотите креативить и хотите готовить что-то необычное на завтрак, обед и ужин, а возможно стать следующим известным шефом, то сейчас самое время начать этому учиться. Еще одно креативное такое задание, чем можно себя занять, мне кажется, почти на целый день, это тоже мне поступило от подписчиков, и это написать письма всем своим друзьям, кому вы хотите написать, и близким родственникам, и отправить их либо сразу же, либо когда карантин закончится. Зависит от того, вы совсем не выходите из дома, или же все-таки иногда в редких случаях вы все-таки можете пройти мимо почтового ящика. Но мне кажется, что даже после карантина их передать, это будет даже интереснее. То есть это такая мини-капсула времени, вы можете о чем-то рассказать, о чем давно боялись, не хотели, или мечтали рассказать. Вы можете поделиться какой-то историей, воспоминанием, то есть сделать что-то, чем вы сможете повзаимодействовать со своими самыми близкими людьми. Говоря еще про познавательное, перечитайте книжки, которые у вас есть дома, и до которых тоже не доходили руки. Звучит банально, но пока кто-то об этом не напомнит, мне кажется, что это никогда не случится. Вы можете пройти курс и, например, освоить новую какую-то для себя профессию. Многие, я знаю, это бесконечный круг, жалуются на свою работу. Я от нее устала, мне это не нравится, я хотела бы заниматься вот этим, но у меня нет времени, чтобы это изучить. Пожалуйста, у вас столько сейчас времени, чтобы 24 из 24 часов в сутки посвятить новому занятию, посвятить освоению нового материала, нового мастерства, нового вида деятельности. Просто пробуйте. Запишите на какой-то курс, приобретите какой-то курс, если есть такая возможность, и вникайте во все это, и максимально погружайтесь, и, возможно, именно этот карантин вашу жизнь изменит и повернет совершенно новое русло, и ваша работа, которая была уже не мила давно, ее сменит что-то гораздо более для вас близкое и интересное, и работа вообще перестанет быть в тягости. Очень многие онлайн-площадки поддержали тему самоизоляции, тему карантина, и выпустили большое количество онлайн-курсов, например, на ресурсе Coursera вы можете найти около 4 тысяч, по-моему, разнообразных курсов на около 400 разных специальностей. Мне кажется, это очень круто, и даже если вы не будете в будущем работать по этой специальности, то вы в любом случае расширите свой кругозор и сделаете что-то полезное для мозга. Также нашла школу, которая называется Bang Bang Education, и они, сейчас скажу, до 17 апреля дают доступ к 46 курсам, именно столько залито у них на данный момент на платформу, и чтобы получить доступ, нужно всего лишь зарегистрироваться. И я, кстати, не уточнила, что это онлайн-школа дизайна. Мне кажется, дизайн, даже если вы не будете по нему работать в будущем, это очень полезно для каждого. Полезно для того, чтобы понимать сочетание цветов, фактур, форм, и точно лишней информации такая не будет. На Arzamas, например, есть огромное количество подкастов от психологии до истории искусства, которыми вы тоже можете пользоваться, пока сидите на карантине. На ресурсе TechLine есть сейчас, например, огромное количество онлайн-курсов на популярные сейчас специальности, как SMM, маркетинг, и так далее. А также они даже дают бесплатные, а также они даже дают бесплатные уроки по созданию сайта и по основам фотошопа. Опять же, мне кажется, в современном интернет-пространстве, в котором мы живем, ни то, ни другое, лишним никогда не будет. Освоить новую программу, тем более такую глобальную, такую крутую, как фотошоп, если вы все еще с ней не знакомы или знакомы только с экрана мобильного, поверьте мне, это далеко не все, то обязательно пройдите подобный курс, тем более, что он сейчас бесплатный. Также есть ресурс постнаука с огромным количеством видео, статей и курсов от известных ученых, и их там так много, что мне кажется десяти карантинов не хватит, чтобы все самое интересное там посмотреть. Также есть очень интересный ресурс AddX и на этом ресурсе вы можете бесплатно пройти курсы от всемирно известных преподавателей, которые преподают, например, в Оксфорде, в Кембридже, в Беркли, в самых известных университетах мира. Поэтому сначала подтягиваем свой английский, а потом идем на этот ресурс и смотрим то, к чему, возможно, никогда бы не смогли прикоснуться в жизни. Я, честно говоря, немного подустала и решила присесть на диван и продолжить в еще более комфортной обстановке рассказывать вам, чем же заняться на карантине. Итак, продолжаем. Я случайно записала часть креативного, пока я стояла, поэтому я буду у вас то стоять, то сидеть, то стоять, то сидеть. Не обращайте на это внимания. Итак, следующее это рабочие моменты, то есть, чем вы можете помочь себе и своей работе во время карантина. Во-первых, если ваша работа подразумевает резюме или портфолио, вы можете его обновить. Я знаю, это то самое дело, которое откладывается в самый дальний ящик и делается в тот самый последний момент, когда петух именно туда клюет, и именно тогда в одну ночь героически все составляется. Вы можете это предотвратить, пока у вас есть на это сейчас время. Сейчас будет звучать громко фраза, но вдумайтесь, если у вас это получится, насколько это будет круто. Это придумать новую бизнес-идею. У вас есть время на то, чтобы посидеть и подумать, что в современном мире вы можете предложить такого например, чего на рынке мало, или что на рынке пользуется спросом, или что будет пользоваться спросом после того, как это все, весь этот кошмар, в котором мы проживаем сейчас, он закончится. Подумайте, чем бы вы могли заняться, распишите эту бизнес-идею, сделайте бизнес-план, подумайте, как ее воплотить, чего вам не хватает, распишите, как этого добиться, и возможно, действительно, вы сможете изменить свою жизнь на просто 180 градусов, 360 градусов, именно благодаря этому карантину. Также это и рабочие, и нерабочие, я очень рекомендую вам то, опять, на что, например, у меня всегда не то, чтобы не хватает времени, а не хватает памяти, что ли, это составить список каких-то глобальных и более мелких дел, которые вы откладываете всегда на потом, и эти дела начать выполнять, как только карантин закончится, а некоторые, возможно, вы сможете выполнить, пока он еще идет, например, помыть окна, разобрать аптечку и разобрать оттуда все медикаменты на срок годности и по коробочкам разного вида действия, например, от головы, от живота и так далее, далее, далее. Это я тоже отнесу к рабочим моментам, потому что для меня мой ноутбук и мой телефон это именно моя работа, возможно, для кого-то тоже, самое неприятное, сейчас представьте, что может быть. Возможно, кто-то ловит в этом дзен. Для меня это тихий ужас. Взять и разобрать все фотографии, видео, ненужные скачанные файлы на компьютере в папке downloads, куда иногда просто страшно заглянусь от количества уже ненужного контента, который там находится. То есть взять, сесть, собраться, удалить ненужные программы, возможно, обновить что-то на компьютере и почистить весь хлам, разобрать рабочий стол, downloads, documents, все, что засоряется со временем. И телефон, безусловно, удалить фотографии, которые являются, грубо говоря, повторением друг друга. Если вы снимаете серии, отберите из серии самые лучшие фотографии, а из лучших отберите одну или две самых лучших, и тогда даже ваша галерея в телефоне станет как настоящий фотоальбом. Кстати, забыла сказать, в креативные идеи, очень классная, мне тоже кажется, идея, это отобрать фотографии из разных лет вашей жизни, из разных поездок, с разными людьми, возможно, связанные, и сверстать из них в элементарных каких-то программках фотоальбомы. Небольшие фотоальбомы, я знаю, что их можно онлайн распечатать на огромном количестве площадок, это был бы приятный подарок, например, вашим родителям, вашим друзьям, даже на день рождения, возможно, у вас есть лучший друг, у кого будет день рождения в этом году, и вы можете собрать целый альбом с вашими совместными фотографиями, и как подарок, или как дополнение к подарку, подарить еще и такую интересную вещь. И, конечно же, даже если не рассматривать это как подарок, вспомните просто, когда вы последний раз распечатывали ваши фотографии. Мне кажется, что сейчас в эпоху айфона все хранится на телефонах, потом мы меняем телефон, фотографии, возможно, скидываем на компьютер, возможно, даже не скидываем, и вот этот огромный объем наших воспоминаний визуальных, он теряется. А как приятно было в свое время прийти кому-то в гости и полистать фотоальбомы. Поэтому я за то, чтобы возрождать эту привычку, за то, чтобы распечатывать фотографии и хранить их в альбомах. И последняя категория, про которую мне хочется с вами поговорить, это хозяйственные моментики. И, пожалуй, лично для меня, как для человека, который органически не переносит уборку и готов делать все, что угодно, другое, только бы не убираться. Даже я, пожалуй, займусь многими из этих вещей, потому что то самое время, когда не будешь выходить из дома от слова совсем, занимать его нужно. И помимо развлекательных моментов и обучающих моментов, что очень полезно для мозга, иногда мы устаем. и наш мозг тоже устает, и нужна какая-то разрядка, какая-то разминка. Опять же, вот про спорт еще в конце скажу, чуть не забыла, но пока что давайте про хозяйственные моменты, что можно сделать полезного для дома. Например, можно сделать генеральную чистку обуви, та самая батарея кроссовок, у которых не столь чистая подошва, замша, допустим, в какую-нибудь капельку от зимнего снега и так далее, далее, далее. То есть всю обувь привести в надлежащий вид. Мне кажется, что вы сами себе скажете спасибо, когда карантин кончится, а у вас весь гардероб и обувной, и одежный будет просто с иголочки. Про разобрать аптечку я вам уже сказала. Мне очень нравится разбирать медикаменты по небольшим коробочкам и, допустим, таблетки болеутоляющие у меня в одной коробочке, от простуды, например, все средства во второй коробочке и так далее. И все это лежит в одном большом боксе и когда у вас болит голова и вам не хочется рыться вот в такой огромной штуке, где навалены все лекарства вместе, вы просто в нужную коробочку берете и голова проходит быстро, а не болит еще сильнее от того, что вы там копаетесь и пытаетесь что-то найти. В том числе это касается так называемого, я его называю НЗ, неприкосновенный запас практически на кухне, это стратегически собранные материалы для готовки. То есть это может быть рис, макароны, какие-то консервы, что хранится у меня, например, есть обязательный ящик, в котором стоит стратегический запас. И даже если в холодильнике пусто, я так скажем могу из топора просто приготовить что угодно, потому что там у меня обязательно будут макароны, обязательно будет томатная паста и уже из этого я могу сделать блюдо. Так вот, иногда мы забываем про то, когда мы это купили и там тоже что-то теряет срок годности. Можно разобрать, чего у вас на кухне не хватает и вы каждый день думаете вот этого вот мне не хватило, а могла бы испечь тортик. И возможно это тоже можно выписать на листочек и это приобрести с той же самой удаленной онлайн доставкой. Также мне кажется, что карантин это потрясающее время для зачистки. Про гардероб мы с вами уже поговорили, что ненужные, старые, растянутые, отложенные на вырост, похудение и так далее вещи, от них лучше избавиться и освободить место для чего-то нового. Но это правило работает не только в гардеробе, но и со всеми остальными вещами тоже. Мы с годами, с десятилетиями обрастаем так называемым хламом, ненужными вещами, которые как чемодан без ручки. И вот нести тяжело и выкинуть жалко. То есть вот они стоят и в целом-то они пыль собирают, но и надобности в них нет никакой. А выкинуть вроде бы жалко. Если есть такие вещи, то лучше от них избавиться и поверьте мне, дышать дома станет гораздо легче. Помимо этого разберите свою посуду. Если вдруг есть какие-то сколы, какие-то трещинки, такая посуда тоже должна быть утилизирована, а не вспоминать о ней каждый раз, когда вы убираете ее в посудомойку, а ну ладно, сейчас помою, потом утилизирую, например, у меня, например, такое происходит. Я обязательно сделаю ревизию посуды, которая есть дома. То же самое касается, честно говоря, не всегда и не все угадывают то, что вам хотелось бы получить в подарок, и возможно что-то вы можете просто, когда закончится карантин, собрать это в какой-то мешочек и передарить не то, чтобы кому-то на день рождения, а просто подарить человеку, которому, как вы думаете, это может пригодиться, или спросить у него напрямую, слушай, вот есть такая-то классная вещь, к сожалению, я ей не пользуюсь, возможно, тебе она пригодится, и вы сделаете две хороших вещи одновременно. Во-первых, избавиться от ненужного, а во-вторых, сделайте приятное своему какому-то близкому человеку. И, наконец-то, спортивные. Спортивные занятия. Как я уже сказала, на карантине самое главное не закиснуть. То есть, во-первых, я прекрасно понимаю, что сложно себя иногда отодрать просто от дивана, потому что хочется лежать, есть, смотреть фильмы, и больше ничего не делать. Но старайтесь все-таки проводить свой день более продуктивно и включать в свой день практически все то же самое, что вы бы включали, если бы карантина не было. И многие, я знаю, занимаются спортом, каким бы то ни было. Даже медитацию я бы отнесла к определенному виду спорта. Это все равно физическая нагрузка. Вы можете медитировать, вы можете скачать одно из тысячи приложений классных с кроссфитом, которые вы можете делать дома, силовые тренировки, которые вы можете делать дома. Достаточно, мне кажется, мата, место метр на два метра в квартире, в доме, свободного пространства на полу, куда это постелить, и вам этого, в принципе, хватит, чтобы сделать большинство упражнений. Это очень здорово. Поэтому карантин это вовсе не повод себя запускать. Это повод сделать из себя лучшую версию себя. И не потеряйте, не пропустите и не упустите этот шанс и эту возможность. Я помню, что когда я занималась дома, это было еще в Италии, еще до того, как я нашла своего персонального тренера, я занималась по программе Кайлы. Я внизу тоже постараюсь дать вам на нее ссылочку. Очень классная программа. Занималась полгода, результаты были феноменальные, просто феноменальные, но безусловно с правильным питанием. Но, честно говоря, я сейчас подумываю снова начать заниматься с первой недели ее программы и повторить это заново. Почему бы и нет? Вариант номер два. Вы можете поддержать своего тренера, например, и проводить с ним онлайн тренировки. Это еще больший физический контакт с человеком и здесь вы уже не будете отлынивать, потому что, во-первых, вы за это платите, а во-вторых, человек вас ждет. То есть, я не могу подвести человека и за счет этого я буду заниматься с большей уверенностью, что я это буду делать, что ли. Не знаю, как объяснить. Иногда сложно себя поднять, и когда вас никто не ждет, и когда нигде не заплачено ни за один абонемент в фитнес-зал или за абонемент к персональному тренеру, подняться и сделать это. Но когда вас ждут, все-таки это, знаете, более действенно, по крайней мере, для меня. Еще тоже к креативному могу отнести, вы можете попробовать что-то совершенно странное и необычное. Например, попробовать многозадачность. Я слышала, что если вы будете выполнять какое-то действие, например, вести беседу с человеком и параллельно писать цифры от 100 до 1 и от 1 до 100 и научить это делать без остановки и без ошибок, то в будущем это поможет вашему мозгу выполнять несколько дел одновременно. Вот таким, казалось бы, незамысловатым способом вы можете себе размять немножко мозги. Я уверена, что если вы погуглите, поищите определенные ресурсы, вы найдете тысячу и одно такое упражнение. И почему бы пока карантин не взять и не прокачать свой мозг. Еще в том же самом опроснике, который я постила в инстаграме, мне пришел такой запрос снять один день мой в самоизоляции. Чем я занимаюсь, как он полностью проходит, если вдруг вам интересно, то обязательно тоже отпишите в комментариях. Если действительно будет такой спрос на это видео, то я его тоже обязательно сниму и покажу вам, как выглядит мой стандартный день на самоизоляции. Я думаю, что если я буду его снимать, то, наверное, к следующей неделе. Сначала мне самой нужно к ней привыкнуть, потому что лично я на момент записи этого видео нахожусь первый день на карантине, но у меня уже огромное количество планов. И обязательно в комментариях в том числе делитесь своими лайфхаками, чем вы занимаетесь на карантине, чем вы советуете заниматься на карантине. Просто все в ваших руках. Я призываю всех спуститься в комментарии, пообщаться там и поделиться классными, интересными, креативными идеями. И я уже закончила монтаж этого видео на момент, когда я вспомнила, что не сказала вам очень важную, как мне кажется, вещь. Надеюсь, вы досмотрели до конца, и поэтому вы это обязательно увидите. Не читайте только плохие новости. Я прекрасно понимаю, что в мире сейчас творится полный бардак, что такого не было давно, что такой паники не было давно, но, к сожалению, телевидение и масс-медиа, соц-медиа, ресурсы, они многих повергают в панику, слишком много негативной информации льется отовсюду. И малое, самое малое, что я могу сделать, помимо того, чтобы поделиться с вами своей улыбкой, своей, возможно, энергетикой, зарядом, я с вами еще хочу поделиться одним телеграм-каналом, на котором публикуют хорошие новости про то, что сейчас происходит в мире, про вирус, про все. Хорошие новости. Читайте обязательно хорошие новости, они в любом случае будут согревать. Все, теперь точно будем прощаться. Надеюсь, что вам это видео понравилось, обязательно ставьте лайк, если вдруг понравилось, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ну и, как всегда, с вами была Даша, люблю, целую, до скорых встреч, пока-пока.